Всем привет! Сегодня я расскажу и немного покажу проект, которым я сейчас занимаюсь. Ну вот, это типа проект, типа что-то типа робота, будет такого. Ну вот это, скажем так, корпус его. Здесь я показал сварные швеси. Вот это сделан из толстого, достаточно толстого, не модельного пластика. Это прозрачного цвета, внутри покрашено уже чёрным, из баллончика. Сверху такая сеточка, внутри там что-то есть, ну типа там что-то агрегата внутри, типа что-то там уже внутри есть. Ну чтобы не был пустым, лучше смотрелось с обратной стороны по ручне, изучаем, я расскажу позже. Ну и по всем сторонам, сварными швами я бы делал, и здесь отверстие под дырки. Дырки, они для, вот шланга, это, который будет сюда продет. С одной стороны это будет шланг, вот здесь, вот этот будет вот здесь, шланг, который будет вот где-нибудь так вот торчать. А со второй стороны у меня будет вот такая вот пробирка, здесь по центру, ниже, выше. И она будет привязана, скажем так, к ремнями, вот, такими вот. Они ещё будут покрашены, и, короче, будут привязаны вот к этим штучкам с ремнями. Ремни тоже, наверное, ещё сделаю, наверное. Ну и в неё будет вот входить тоже трубочка, вот так вот входить трубочка. Тут тоже замотанными, замотанными так будет интересно. Там будет такой небольшой переходник, и потом будет вот в это отверстие уходить обратно. Но пока только вот так. Там сеточка, наверное, уже говорила всё. О своём корпусе. Так, кстати, о корпусе тут ещё я ещё точно не решила, но и вот есть вариант. Вот на него общить, типа, вот такой сеткой тоже. И сделать такие, типа, сварные швы на неё тоже небольшие, что, типа, вот. Это такая вот сеточка, обычная сеточка. Купит трубочку я купила в строительном магазине, она, типа, для пенопласта или что-то, не помню точно. Ну, короче, такая, типа, наждачка только, сеточка. Короче, вот здесь тоже из-за этого неё сделано только чуть, она покрупнее, а здесь... потоньше. Более-мелкое, более. И вот, я не знаю, вот у меня есть такой вот вариант, типа, вот так вот сделать её. Амшейк, ну, типа, что-то, ну, что-то, типа, цеперита. Вот, не цеперит, конечно. Вот это вот так. По бокам, видите? И вот сюда. Это отверстие. Таким вот. И вот, типа, вот так вот сделать её. Ну, вот я не знаю, какого-то делать так или нет стоит. Вот вы мне напишите в комментариях. Так, вот это отверстие, оно сделано сюда, под, для того, чтобы... Это отверстие, короче, я сделано для того... Сейчас я приближу чуть. Вот. Это отверстие, вот сделано здесь для того, чтобы сюда можно было вставить вот такую механическую, скажем так, руку из конструктора. Она тоже уже покрашена с баланчиком с чёрным цветом. Ну, вот, здесь я был заменил пластиковые пружинки вот на такие настоящие, от обычных шариковых ручек. Можно, если вам лень покупать шариковые ручки, просто сделать из вот мягкой проволоки. Вот такие самому пружинки просто вот на винтик намотать и потом присунуть. Это просто, если вам сложно. Ну, это обычная механическая рука, рука из какого-то там конструктора, типа, тоже пластиковая. Чуть-чуть зачищена, но покрашена в чёрный, чтобы её видеть, где какие будут нюансы и подкрасть ещё раз. Будет установлено вон так. Сюда. Вот. А здесь вот для этого, вот эта штука для того, чтобы вот установить вот такую, как видите, сделанную. Есть такой, типа, петельнической фольги. Фольга от вот такой вот штучки. Такая вот, очень хорошая. Ну, как сказать, она очень мягкая. И, как бы, для неё хорошо пользоваться. И я снизу тут тоже пластик на неё, чтобы был вот твёрдый каркас. И я её собираюсь вот так вот приплеить. Походу. Ну, короче, вы поняли, я сейчас. О, господи. А почему она так или в огне? Вот так вот, типа, ну, что-то такое поровнее. И здесь будет стоять канистра. Ну, в принципе, вот так вот. Сейчас посмотрим на голову. Галлафа у нас вот такая. Тут всё равно такие отверстия. Вот у меня есть две такие вот заготовочки. Ну, я уже решил, думал, уже жёлтую так вот вставить. Чтоб так вот было. И тогда, следовательно, жидкость вот в этих штуках тоже жёлтую сделать. Или вот зелёную. Ну, выбор, помню, зелёную. Поэтому будет зелёная. Вот у меня уже наготовленная краска. Зелёный. Чуть-чуть с водой распахнется. Совсем чуть-чуть с вас. И вот для головы. Вот здесь, правда, должна быть антенка. Вот здесь, ну, она отрезалась, сломалась. Ну, я новую приклею потом. Здесь тоже, типа, такая имитация швов повсюду. Смотри, чёрная покрашена. И вот здесь такая вот штучка. Сейчас вот. Если есть, типа, такая проволочка, это, типа, провод. Вот видно. Это тоже такие большие швы, на швы сделано. А вот это, такой, тоже, типа, мозг. Ну, просто, чтобы голова в пустыне была. Вот, 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 входить сюда, вставляться. И заклеиваться. О, не вставляется, потому что там, такая система сложная. Вот так же у меня на покрасочной схеме стоят. Уже две такие вот штучки заготовленные. Вот эти. Они уже блестят. Их. Они будут устанавливаться где-то вот здесь. На голове. Будут просто выкрашены в отдельный цвет. А, эта сетка. Будут установлены здесь, чтобы вскрыть на руки. Чтобы вскрыть, ну, то, что не будет не очень красиво смотреться. Так, а вот эта штука, она будет разограничитель. Вот это будет разограничитель вот здесь, вот между ног. Ноги у меня будут. Вот это ноги. Вот это все из картона, правда, сделано. Потому что из пластика это было бы очень сложно делать. И трудоемкий процесс. Вот это вниз. Это вверх. Вот так вот. Ноги. И вот. Эта штука вот. Нет. Вот. Эти две штуки будут крепиться здесь. Для корпуса. Вот так. И так. И здесь между ними будет добавить шлок баланс. Ставить, скажем так. И ноги. Ноги. А вот эти ноги будут они. Вот. Для них я сделал бы пока что только одну. Тоже из такой же мягкой. Фольги. Ой. Запористка выпала. Вот такую рабочую петельку. Ну. Она такая будет стоять. И. Вот здесь будет приклеена. Будет им помогать. Типа шевелиться. Но они не будут шевелиться. А. Им главное будет свою форму занять. Ну. Скоро конечно будет еще что-то готово. Я вот обязательно сегодня еще поработаю над этим. Ну. И в итоге вот. Кстати. Насчет вот этого. Из чего сделаны. Вот эти петельки. Вот эта фольга. Это. Это все из вот таких вот тюбиков. Супер клея. Но я его называю секундом. Ну. Спасибо за то, что посмотрели мое видео. Если оно вам понравилось, поставьте лайк. Можете подписаться на канал. И вступить в группу ВКонтакте. Спасибо за просмотр.